Ранняя весна подвинула привычный график весеннеполевых работ. В 14 районах республики, в том числе и в Цивильском, началась подкормка. А зимы неплохо пережили зимовку и вышли из-под снега в хорошем состоянии. Почва уже подсохла и аграрии в полной мере используют на полях технику. В данной ситуации подкормка проводится с сейвками. Как раз я считаю, что это самый оптимальный вид подкормки, потому что мы доставляем удобрение на глубину 3-4 см. Непосредственно в корневую часть растений. И второй момент, мы добиваемся разрушения почвы кортки, оставшейся после зимы. Скоро начнется с сейв зерновых, но перед этим семена проходит процесс протравливания. Это обязательный этап, так как семена обеззараживаются от грибков и сразу удобряются при помощи микроудобрений. Протравливание идет в двух складах. Протравливают две бригады новейшими машинами отечественного производства. Данная машина дает норму за час, 20 тонн в час можно протравить, максимальная норма. До посева все семена будут протравлены, и ни одно непротравленное зернышко у нас не будет посеяно, все будет протравлено. Конечно, погодные условия уже благоприятствуют началу сева, но возникающие время от времени аномалии пока мешают. Планировали было выйти на посев яровых, зерновых, но прошедший снег задержал, но в ближайшее время температуру у нас благоприятствует, и когда на почве будет плюс 5 и выше, хозяйство приступит к посеву яровых, зерновых и зерновых культур. Подкормка зимых культур – это важнейший агрономический прием, который позволит максимально увеличить урожайность выращиваемых культур. Александр Соловьев, Татьяна Раевская, Юрий Марков, Республика.